Один из старейших и крупнейших хлебзаводов в Нижегородской области неожиданно закрыт. Кштовский хлеб, производство с почти 70-летней историей. Там работает 140 человек. Точнее, работали. Сегодня, когда сотрудники хлебзавода пришли на работу, дверь им просто не открыли. Нет, нас даже не пускают. Дверь закрыли на ключ. Это будет прогулка, потому что они стремятся к этому. Ну вы же не вышли, вас же не было. Они ищут моменты для того, чтобы уволить народ. Это же понятно. Пришел сегодня на смену. Ворота закрыты. Сказали на охране, что завод не работает. Все, делать тут нечего. Вот стою, жду. А чего ждете? А у моря погода. Никакой ясности, никто ничего не говорит. Это единственный завод на весь Кштовский район. А сами понимаете, Кштовский район – самый большой район в Нижегородской области. 10 школ, больше 30 садиков в район остались без хлеба. Всего в один день. Это пятница. И никому не позвонили. Вот на данном ангеле я живу в 6 школе. У нас там есть пришкольный лагерь. Они даже не знали, что им ничего не привезут. То есть дети остались без хлеба. Как так вообще? Кого они себя тут возомнили? Я не понимаю. Плюют на всех. Смотрите, сколько продукции внутри цеха осталось. На пару садиков точно, наверное, уберется. Готовая продукция даже не реализована. Начальник наш транспортный говорит, пишите по заявлению. Это по собственному желанию заявления. Все. Писали? Нет, заявление я не писал. Прошу трудовую инспекцию и прокуратуру обратить внимание. Ну, что происходит, почему так людей могут раз и лишить работы буквально за один-два дня. И все, завод закрылся. Без предупреждения? Без предупреждения, без всего, который работал очень давно, долго. Там около 140 человек рабочих. Вот и нас всех оставили без работы. Отработали люди больше 200 часов. Им заплатили по 20 тысяч, по 25 тысяч. 50% премию. За два месяца они должны были нас предупредить. Дать расписаться в бумагах о том, что мы предупреждены, чтобы не искали работу. Вот я одна воспитываю ребенка. У меня зарплата 35 тысяч. А сейчас и ее не получу. Мне на что жить? Вот скажите. Я считаю, это не то, что по-человечески, это просто по-зверски как-то даже. Пока работала пекарем, у меня онкология появилась. И теперь у меня ампутация произошла. И я, в общем, с левой стороны ничего не вижу даже. И они меня выгоняют. Мы можем с руководством пообщаться? Ну, может быть, заместитель? Никого нет. А почему завод закрылся? Это машина зам директора. Вот она на месте. Находится сейчас, я так думаю, на втором этаже, потому что с утра ее все видели. С завода она не выходила. Ну вот, почему-то не пускают. Они выкупили два года назад у других собственников. С марта 2022 года. И вот за два года такой результат. На этот адрес уже зарегистрировано другое производство. Значит, здесь уже Global Solution Robotics. Дата образования 07.04.2023 год. Основной вид деятельности – производство машин и оборудования для пищевых производств. Напитков и табачных изделий. Работники хлебзавода, которые не могут встретиться с администрацией своего завода, попытались получить помощь администрации Кстовского района. Мы сегодня направили письмо, после получения сигналов от жителей, мы направили письмо в Кстовскую городскую прокуратуру по принадлежности, чтобы они проверили меры прокурорского реагирования, прокурорского контроля. Они должны были предупредить за два месяца, но, к сожалению, они этого и сделали. И вынуждают сейчас людей, насколько к нам поступают сегодня звонки, писать заявление по собственному желанию. Совершенно. Пока не пишите никаких заявлений по собственному желанию, по соглашению сторон. Ждите, что вам предложит администрация. Кстати, в прокуратуре сообщили, что проводят проверку всего происходящего на Кстовском хлебзаводе.